Всем привет, друзья! Это канал Роза Заноза и я Светлана. Сегодня я вам хочу рассказать грустную историю. Историю о том, как одна женщина бросила своего мужа, своих детей ради роз. Она завела прекрасный розовый сад. Грустная история. Вы поверили? Вы точно поверили в неё? Вы слышали хоть когда-нибудь, чтобы был брошен муж? Брошены дети, брошены родные и близкие ради красоты. Я такого не слышала. Я не слышала ни про одного розовода, ни про одну разанутую женщину, которая перестала уделять внимание своим близким, перестала кормить своих детей, перестала любить своего мужа. Знаете, это не из той серии «Брошенный муж. Обосранные дети». Так вот, сегодня я хочу познакомить вас со всей своей семьёй. И хочу, чтобы вы услышали мнение всех моих близких и домочадцев о моём увлечении, которое у меня появилось ровно год назад. Привет, Варюшка! Привет! Это моя дочка Варвара. Ей 13 лет. Скоро будет уже 14. Вы часто видите её вместе со мной, но и на распаковках. Она помогает мне. А вот этот вот молодой джентльмен приятный, это мой средний сын Данила. Ему 18 лет. В январе исполнится 19. Ну, вы тоже его иногда видите в кадре, иногда он является моим оператором, иногда помогает по саду. Ребят, вот сегодня я хочу вам честно, чтобы вы как на духу поговорили и рассказали мне и зрителям канала, и, может быть, тем, кто переживает, беспокоится о том, что у него может произойти какая-то неприятная ситуация в семье, о том, что вы всё-таки думаете об увлечении вашей мамы. Вот ровно год этому увлечению. Ну, Данила, давай тогда с тебя начнём. Как ты вообще, голодаешь, нет? Да, да, я ем розы. Мало думал, что листы опадают, это я их не знаю. А елки-пак, я думала, что это пятнистость какая-то. Ну, в общем-то, я не могу сказать, что есть какие-то определённые отрицательные аспекты, которые сильнейшим образом отражаются на нашей жизни, семейной. Нет, ни в коем случае. Наоборот, я искренне рад, что у моей мамы есть такое увлечение, особенно, когда мама может приобрести его в возрасте. То есть обычно люди в возрасте занимаются внуками, там, вяжут что-нибудь, ну и со временем стоят. А моя мама нет, она с каждым днём всё молодеет. Представляете, скоро меня обгонит уже, я буду старше. Всё прекрасно, всё прекрасно. Вот только есть одна проблема, конечно, есть всё-таки вам проблема, это когда я прихожу вечером обняться, мама сидит, комментарии смотрит, читает, отвечает на каждый. Это здорово, это правда здорово. Я рад, что моя мама такая открытая, общественная. Это ни в коем случае не забирает моё внимание. Она так же много его уделяет, просто не в тех же формах, возможно, не в том же объёмном количестве, но так или иначе она его уделяет. И я никак от этого не пострадал. И что самое главное, из-за этого, из-за этого увлечения, из-за роз, как ни странно из-за роз, кто бы мог подумать, мама продолжает жить и вдыхать в жизнь, в нас, потому что я бы никогда не предположил, что моя мама, которая пять лет назад не хотела менять кнопочный телефон, сейчас сидит с сенсорным, который купили по моей рекомендации, и снимает меня по поводу того, что у неё там на YouTube-канале происходит. Вообще немыслимое для меня было. Поэтому похвала. Ну, то есть, как бы, не голодаете, в общем, не обижены вниманием. И я думаю, что... Ну, как бы, ты... Давай сейчас о тебе говорить. То есть, ты, как ребёнок, не страдаешь от того, что твоя мама увлечена розами, а не валяется пьяная где-то в канаве, или там сидит где-то в ночном клубе, в общем, пытается прожечь свою жизнь оставшуюся. Вот. То есть, наверное, всё-таки красивое увлечение несёт в себе и красивые последствия. Конечно. Но, но, есть всё-таки один минус. Это то, что, как и любому человеку, несвойственная терпимость к количеству роз. То есть, это ненасытное желание взять всё. То есть, ну, ой, красиво, ой, красиво. Ещё 200 красивых уже сидит в саду, и чёрт знает, как за ними всеми ухаживать, одной маме. Но ты же мне помогаешь. На участке в 40 соток. Вот. Но всё равно хочу ещё. Это неплохо. Это хорошо. Если не судить по Библии, конечно. Но, так или иначе, хотелось бы, конечно, со временем остановиться. Со временем. Со временем. Давай не забывать о том, что моему увлечению всего один год. Тоже поразительно. Как ты думаешь? Да, поразительно. Как ты думаешь? Всё-таки, наверное, если я буду понимать, что не справляюсь с этим физически, и, естественно, да, аппетиты сразу умерятся, и желание там посадить 200 роз, естественно, будет уже другим. Не 200, а 20. Вот. Конечно. Поэтому пока есть силы, пока есть возможности, и ваша помощь, потому что я вижу, что вы, видя моё увлечение, мою такую страсть, в хорошем смысле слова страсть, и когда я вас прошу о помощи, вы никогда мне, в принципе, не отказываете, и готовы мне прийти на помощь. Ты забыл, как ты таскал мне лейки, чтобы я поливала розы? Да, я уламывала, чтобы их таскать с ума хотела. И что поразительное ещё, буквально действительно год назад, я уже сказал про пять лет, про помощь на телефон, но что ещё поразительнее, год назад не было этого шикарного сообщества, абсолютно положительного, которое смотрит каждый ролик, даже не связанный с розами, которые комментируют жизнь, варюшки, какие-то там ботиночки новые. Честно говоря, если бы не ролик, я бы даже и не узнал, наверное. Что варюшки ботиночки купили, и что вы поели в глобусе, да? Да, кстати. Вы мне ещё должны обед в глобусе. Пропалились, да. Да, то есть вокруг мамы, моей мамы, выросло такое сообщество, которое её слушает, которое её понимает, и хочет слушать, и хочет поддерживать. И я очень рад, что среди вас нет каких-то токсичных, злых людей. Большое вам за это спасибо. Я берегу свою маму. Вот так вот. Не держайте её. Вот, поэтому вот так. Я думаю, что стоит прийти к следующему рецепиенту. Спасибо, рецепиент. Привет, рецепиент. Варюш, ну а ты что скажешь? Голодаешь? Как у тебя вообще? Мама тебя больше не любит, не обращает на тебя внимания. Наверное, ты в мороз и бешком ходишь в свою школу музыкальную, далеко ездишь. Да? Это всё правда. Голая, босая, наверное. Да, да, да. Вообще просто. Конечно же, нету правды. Это абсолютная чушь. Да я вам, в принципе, всё сказал, я не могу даже ничего. Я вижу, как мама сидит за компьютером и листает всё это. Да, она очень сильно отвлекается на всё это. Вот, но она углублена в это, потому что для меня, чтобы увлечься чем-то, нужно глубоко пойти в него. Потому что если это увлечение тебе просто нравится, ну, финиш нормально вроде, нормально, надо углубляться в это. И мама в это углубилась. Данилка сказал, что мамы 200 рос в саду, и как за ними всеми ухаживать, он не знает. Но мы будем помогать маме, и скоро станет шикарный сад с огромными деревьями рос. Знаете, что самое классное? Мне тут сказали, оказывается, что сейчас на самом деле вот эта розомания у меня, да, розанутость, она на самом деле не в острой форме. И у вас тоже пока ещё её нету, потому что наши розы ещё очень маленькие. На самом деле, на третий год, это мне сказал Александр, которого мы любовно называем князь Воронежский из Воронежской губернии, которому всего 33 года, но у него уже 23 года сад. Это молодой человек, у него 23 года розовому саду. Колоссальный опыт, и он сказал, что Света, ты подожди, говорит, это ещё цветочки, вот на третий год твои розочки подрастут, и они покажут всю свою силу, красоту и мощь, и вот тогда тебе захочется ещё 200, 300. Ну, это, конечно, шутка, но ещё очень много-много роз. И, говорит, твоим родным тоже это будет только по кайфу, потому что прекрасный розовый сад не оставит равнодушным никого. Мы, если не на это, надеемся. Да. И запечатлеть. Мы это ждём, и очень хотим, так как шикарный розовый сад, это отлично. Мне так кажется. Ну, украшать мир, я думаю, по-моему, это прекрасное занятие и прекрасная идея. это лучше, чем, простите, ну, делать всё наоборот. Я не буду говорить сейчас грубых слов. Вот. Главное, чтобы пересорт не приходил и другие страны. Ну, я уже теперь наученная, у меня уже теперь есть опыт. Видите, первый год, какой был весёлый. Вот все мои дети знают о том, что мама попала в какую свистопляску. Розочки в зелёных платьях. Да, у нас даже теперь есть свой бренд. Мы их назвали розами в зелёных платьях. Вот. Ну, ясно. Спасибо, ребят, огромное за поддержку, за то, что вы, в общем-то, высказали своё мнение. Я понимаю, что, может быть, не всё вы сказали, может быть, что-то утаили, потому что... Или всё-таки всё сказали, или утаили. Да, всё сказали, конечно, всё. Я, наверное, тут сижу за кадром с ремнём, да, и они боятся сказать лишнего. И показываю им написанный плакатик, что ужина не будет. Жрать нечего, на все деньги купила розы. Спасибо, дети, огромное. Что-то ещё хотел сказать очень важное. Скажи, ты моя хорошая. А, ты моя хаос. Обожаю его вообще. Моя хаос. У меня прекрасные дети. Я ещё, ещё один детёнок есть, но я познакомлю вас с ним чуть-чуть попозже. Он работает ночную смену, вот проснётся, придёт в себя и обязательно мы тоже у него спросим. Хотя он меньше всего, конечно, относится к моим розам. Как? Это главный фанат, который смотрит каждый ролик. Ну вот, кстати, да, фанат Ютуб-канала, Ютуб-канала, он, да, каждый ролик смотрит, но я имею в виду, что меньше всех помогает мне по саду. То есть, реже всех приезжает в деревню. Физически помогает. Да. Морально помогает. Но если помогает, то помогает. Ещё хотел добавить, если что, я сижу в пиджачке, и мы все такие красивые, не из-за того, что мы тут пытаемся строить идеальную семью, нет, просто мы только что пришли. Только пришли до с работы, поэтому мама с работы, варюшка с музыкалки, я с университета. Спасибо, друзья. Ждём следующих остальных членов семьи, для того, чтобы попытать их. Друзья мои, ну, представлять Олега Сергеевича вам, наверное, уже не имеет смысла, уже настолько представлен, любим, любим всеми. Ещё один рецепиент. Рецепиент, да. Данила назвал всех рецепиентами, блин. Ужас какой-то. И пришёл мой главный рецепиент, мой главный, не помощник, нет, это мой сообщник. Мы сообщники, да. Мы не единомышленники, мы сообщники. Взломщик. Взломщик этих розариев. Олег Сергеевич, я хотела вот спросить у тебя, просто, ну, такая вот назрела тема, я давно, в принципе, хотела, а тут что-то как-то вот подстегнуло. Вот хотела у детей спросить, и у тебя. Вот год назад, ты видел, на твоих глазах всё случилось, меня зацепило розами этими, вообще непонятно с чего, ни с того, ни с сего, какая муха пролетела мимо, укусила, непонятно. Нет, 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 очень, ну, не то чтобы долгий, это не долгий путь был, просто, от того, что в моих глазах всё это происходило, начиналось всё, давай так, я ещё помню, когда мы купили этот участок, мы с тобой посадили две грядочки, у нас ещё просто, мы на коленках ползали по всему участку, где сейчас растут розы, потому что всё было в Иваньике, каждый квадратный дециметр, да, вот так вот скажем, всё было в деревьях, потому что даже пройти было невозможно, и мы где-то там сбоку сделали две грядки с огурцами и с помидорами, редиски у нас вот уже какой год ни одна не возрастает, но вот огурцы с помидорами пошли, и сколько было радости от этих двух грядочек с помидорами, потом пошли маленькие цветочки, какие-то такие некудышные, потом ещё грядочка, потом ещё грядочка, с моими замутами по поводу камней, давай грядочку сделаем из камней, там туда-сюда добавим цветочки, и пошло-пошло-поехало, а потом выбор, в принципе, пал на розы, Поэтому нет, нельзя что вот так резко раз и розы штат. Нет, я не согласен. Ну это смотри, я же как прям с прошлой зимы вперлась в все эти сайты, изучала. Но ты видел, сколько я изучала информации, смотрела роликов про посадку, пересадку, подкормки, обработки. Ну то есть... Ты просто сделала свой окончательный выбор и всю силу воли отдалась этим розам. Тем более, что такого широкого выбора в цветах, кроме как роз, больше я думаю, что нигде нет. Какие там сирени, какие там гладиолусы, пионы. Конечно, они есть, но не в таком огромном масштабе. Там сотни, если даже не тысячи видов, которые... Тысячи, десятки тысяч сортов. Поэтому тут нет. Это просто выбор, он был очевиден, я думаю, что дело было... То есть рано или поздно я сам пришла к ним? Я думаю, да, по крайней мере, попробовала бы это и точно. Тем более, твоя знакомая Оля, соседка наша московская, говорила много о розах. Я тоже об этом говорил. Не говорил, я это видел, на моих глазах все это было. Поэтому выбор был очевиден. Ну вот скажи все-таки результат. Вот летом ты же уже увидела эти розы. Как тебе результаты? Есть? Есть толк? Толк от того, что мы делаем розы? Мы сажаем розы? Да. Ну... Но ты увидел красоту какую-то, роз? Я немножко по-другому мыслю. Я не думаю о том, что будет красиво или некрасиво. Пусть об этом думает жена. Потому что она распределяет, она говорит, где что сажает. Естественно, мы от того, что хозяева этой земли, мы пытаемся сделать как-то это гармонично. Потому что когда я вижу, когда она начинает грядки делать своим женским умом, простите, девушки все меня сразу... То это глупо. Надо, чтобы это все было гармонично и более правильно. А мы, мужчины, думаем более технологично, более правильно и более разумно. Олег Сергеевич, ты меня сейчас вообще повергаешь в шок. А за красоту пусть отвечают женщины. Поэтому мы гармонично, гармонично повторяю еще раз, создаем грядки, сажаем на них и цветы, и розы, и огурцы, и помидоры. Так, мы ушли от темы. Вообще опять огурцы, помидоры, технично, технологично. Меня сейчас интересует конкретный вопрос. Мое увлечение розами повлияло как-то отрицательно на семью, на отношение мое к детям, к тебе? Я меньше уделяю внимания вам. Вот ты меня недослушала. Я и не смотрела... Ты мне неправильно задала вопрос. Опять я неправильно задала вопрос. Дело в том, что в семье, для того, чтобы была какая-то сплоченная, хорошая, единая семья, должно быть единое увлечение. Вот дети помогают маме. Как сыновья помогает отцу, как дочь помогает матери, так же и муж помогает жене, и жена помогает мужу. И тогда получается единый такой маленький комочек, который будет вместе жить, вместе существовать и дальше двигаться по жизни. Они будут обсуждать, они будут переживать, они будут ругаться, потом мириться, потом снова создавать, опять ругаться, опять мириться, опять создавать, приходить к единому мнению. И тем самым находить какие-то точки соприкосновения, которые просто необходимы по жизни. Потому что семья – это единое. И в данном случае, в нашем случае, на данный момент, на сегодняшний, единый интерес у всех – это вот мамины цветы. И мы всеми силами пытаемся помочь маме, чтобы они были красивыми, замечательными, не померзли, дровами заложенные, елками и всем остальным. Вот, поэтому вот я с этой точки зрения сужу, а не с точки зрения того, красиво будет или некрасиво. Вот знаешь, Алексей Сергеевич, я вот чувствую, что ты вот с работы пришел, и очень серьезно. На самом деле, да, вот констатирую все-таки факт, который произошел уже, как ты, Рьяна, помогал мне делать эти розари, перекапывая целину, как, Рьяна, ты отбирал у меня лопату и не давал мне осыпаться моему оставшемуся позвоночнику. Да, как ты помогал мне укрыть розы, понимая, что, ну, во-первых, конечно, можно было потратить еще там в 2-3 раза больше денег на эти арматуры, но, тем не менее, ты взял бензопилу и пошел, сделал, так сказать, соединил приятное с полезным и отпилил этот ивняк, который лез уже на наш участок, и в то же время из этого ивняка сделал вполне бюджетное и практичное укрытие для роз. Я сейчас просто говорю к тому, что ты не, ну, не бросил меня в этом деле, да, и не только помог, а как-то, мне кажется, ну, сросся с ним, что ли, то есть ты не говоришь это напрямую, но своими поступками показываешь, что, блин, мам, мне это тоже нравится, это классно, давай делать это вместе, то есть ты не говоришь это прямо, но делаешь это своими поступками. Два момента. Первое, я люблю все красивое, а это будет красиво, и наш участок будет очень красивым, я знаю, что это будет достаточно скоро, 3-5 лет, я думаю, вот, но это будет по-настоящему красиво на самом деле, и поэтому я помогаю. Второе, давай представим ситуацию, что я сказал, нет, я тебе помогать этой осенью не буду, сама закрывай, сама пили, сама стругай, а я пойду делать дом. И буду там делать обшивку, буду делать забор, варить, класть полы, укладывать трубу для печки и так далее, и тому подобное, утеплять, короче, дом. И что ты будешь с этими розами делать? Ну, это же, это катастрофа просто-напросто, поэтому, поэтому я хочу, чтобы было красиво, и я хочу, чтобы в семье были гармоничные отношения, нормальные и хорошие, и поэтому это достаточно важно, на самом деле. Ну, как ты все-таки считаешь, мы соучники или единомышленники? Я думаю, что здесь что-то нечто среднее, я думаю, что единомышленники, да, наверное, скорее единомышленники, да, потому что мы все равно в итоге... Дело-то хорошее! В итоге приходим к единоумнею, да, конечно, иногда бывает тяжело, но все-таки грядки получились красивыми. Это не грядки, это розарии. Ну, хорошо, видишь, мы... Кокошники, подковы, круглые, каких только нету. Вот, поэтому, в принципе, но на следующий год надо будет что-то придумывать более грамотное. Конечно, не дрова ложить, не ветки укладывать, тем более перед самым снегом. Так, хорошо, с точки зрения последнего вопроса задам, а то, получается, уже долго рассуждаете вы. Последний вопрос задам. Чувствуете какое-то, ну, что меньше уделяет вам супруга внимания? Ни в коем случае. Ни в коем случае. Абсолютно. Наоборот, я даже рад, что у моего любимого человека есть какое-то вдохновение, от которого она рвется что-то узнать, что-то познать, чего-то почувствовать, что что-то изменилось от ее действия. Поэтому ни в коем случае. Любой человек, а уже тем более в нашем возрасте, должен продолжать свое развитие. Если этого не будет, то будет старение, угасание, ну, и, в конце концов, забвение. Давайте так скажем. Как относитесь к YouTube-каналу Роза Заноза? Вот так. Я других слов нет. Олег Сергеевич, спасибо тебе огромное. Я очень рада, что мы с тобой в одной лодке, в розовой, и мне не придется ночью, пока ты спишь, высаживать. Это секретно полученные розы. Это кошмар. Вот такие фразы, это просто кошмар. А ты знаешь, такие есть вещи. Давай не будем их слух озабочивать, потому что семья, семья это одно, опять-таки повторюсь. Я думаю не о том, что, опять-таки, давайте так, последнее, что скажу. Всегда должно быть в семье единство. Если этого единства не будет, не будет семьи ни в коем случае. Поэтому давайте сначала думать о нравственности, а потом уже о последствиях. Поэтому вместе, все вместе, 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 вместе. Только тогда будет по-настоящему красиво и в душе, и в семье, и самое главное, на розариях, а не на грядках. Я тебя сладко целую, папа. Спасибо. Друзья, познакомьтесь. Это наш старший сын. Зовут его Александр. Александр уже совершенно взрослый товарищ. Ему уже 28 лет. И он точно может оценить, так скажем, адекватно увлечение своей мамы. Ну, уже говорили мы, Данилка говорила о том, что Саша фанат ютуб-канала «Маминого розы-занозы». Не пропускает ни одной серии, ставит лайки, смотрит рекламу и тоже зарабатывает, так сказать, на забор. Саша, сын мой, скажи, пожалуйста, как ты относишься к моему увлечению вообще? Вот год назад я увлеклась розами. Ты, все на твоих глазах происходит. Как ты вообще к этому относишься? Положительно отношусь. Всем привет, кстати. Отношусь положительно. Мне, в принципе, моё увлечение нравится. Она увлечена, и у неё есть какие-то дела на этот счёт. Она заботится о своих розах. Поэтому только положительно. Она к чему стремится. Слушай, скажи, вот о розах заботиться, а о вас она не перестала заботиться? Нет, нисколько не почувствовала. Не чувствуете вы, что меньшего внимания уделяется вам? Нет, нормально. В принципе, у мамы настолько, видимо, любви обидно ко всему, что существует, дышит и находится на этой земле, что хватает её любви на всех. Ясно. То есть успевает и готовить, успевает и пообнять, и поцеловать. И в ютубе со всеми пообщаться, поотвечать. То есть с кем только ни с кем. И с заказчиками, и в своей работе, и в доме, и везде. И собаки, и кошки, и животные. Я поражаюсь. Ну, я всегда говорю, что я человек влюблённый в жизнь. Слушай, Саш, ну вот ты меньше всего, наверное, в этом году ездил в деревню. Ну, во-первых, конечно, ты ещё болел. Нам пришлось тебя здесь запереть в квартире практически на месяц. Ты вообще рост-то, Мамина, видел, как они цветут? Видел. Ну, видел, ну, в самом начале, когда ещё, ну, как всё начинало цветать, в начале лет, по-моему. И по осени я видел, когда уже начали улетать. Ну, это, да, не так уж и много я ими полюбовался. Хотелось бы побольше. Я смотрел ролики. Я в курсе событий, да? Да, я в курсе всех событий. Я все ролики смотрел, и поэтому в курсе, что там происходит. Вот, ну, будем, конечно, стараться в следующем году почаще переезжать, помогать. Слушай, ну, ты самая лаконичная из всех интервьюируемых мной. Папа трещал на 11 минут, Данила с Варей тоже на 11 минут. И ты единственная, вот я сейчас смотрю, на 2 минуты 41 секунду всё уже ответил. Ну, я тебе очень благодарна, что ты на самом деле как бы не чувствуешь никаких проблем, что мама увлеклась розами и про всё остальное забыла. Вот, я всегда говорю, что лучше, наверное, увлечься розами и какой-то красотой, нежели чем топать ножками и кричать «Хочу норковую шубу, у меня две есть, а третий нету!» Или там бриллиантов каких-то. Вот, я вообще даже не знаю, что это такое, и знать не хочу, признаться честно. Вот, спасибо, сын, тебе огромное, за краткость, краткость сестра таланта, говорят. А то мои зрители тебя ни разу не видели. Вот, да. Спасибо огромное, я тебя очень люблю и целую, сына. Я тебя тоже люблю. Спасибо. Спасибо.